Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро из Киева! Продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору, и пока мы все собираются, я как раз прочту начало сегодня, 19-е ответа, и в сегодняшнем хитос написано, что установил вот этот вот обычай ежедневно учить Тору с комментарием Раши, то, что мы сейчас делаем, да, это делают Хасиды Хабада, и это установлено альтер-рэбой, ежедневно изучать дневной отрывок Тору из недельной главы. Значит, недельная глава разбита на 7 отрывков, и мы изучаем каждый день по одному отрывку с комментарием Раши. И то же самое делали все главы Хасидов Хабада, то есть все рэбы, включая последние любые части рэбы, которые ушел, значит, все они точно так же, как и мы, изучали недельные главы, и я думаю, там на небе они тоже продолжают изучать недельные главы, только уже им открывается это совершенно в другом аспекте, чем нам. Хорошо, а мы будем изучать, как открывается, причем я уверен, что каждому из нас открывается по-разному. Вот один и тот же человек смотрит на, я не помню, недавно у нас была какая-то очень смешная ситуация, когда люди разных профессий смотрели на одно и то же, и каждый видел в нем разное. По-моему, я не помню, с чем это было связано, но именно каждый, вот мы смотрели на одно и то же, но каждый смотрел на это со своей профессиональной точки зрения. И мы, когда поделились своими впечатлениями, очень смеялись. Но настолько у нас было разное восприятие, что просто это вызвало взрыв смеха. Поэтому точно так же недельную главу рассматривают все через призму своего предыдущего опыта, и через призму своих намерений, через призму своего состояния, настроения, текущей ситуации. То есть входящий поток информации, который заходит в человека, он тут же соединяется с его внутренним миром, который он строит, такая как матрица, можно сказать. То есть идет звуковой сигнал, световой сигнал, оно внутри заходит, но та модель, которую воспринимает человек, он ее создает сам, и они никогда не знают, что другой человек думает, видят то же самое, что видишь ты. Значит, и так, и сказал, мы сейчас находимся в середине разговора Машера Бейну. Моисей разговаривал со Всевышним. Давайте попробуем сейчас перейдем на мобильную связь. Так, наверное, мобильная связь будет лучше. Вот так. И, значит, давайте так. Кстати, вот я так сделаю. После того, как... Это Дамир. Вот Дамир, он много раз просил сделать урок про ЦДАКУ. И я обещал сделать, но не делал. Вот я сейчас закончу этот урок в 20 минут. И в 21 выключусь и начну урок про ЦДАКУ. Но именно я расскажу это не о Лохот, а свое личное отношение к этому вопросу. И, значит, потом я просил Якова Шатайдина тоже, чтобы сделали раввины именно по закону, как надо давать ЦДАКУ. Я расскажу, как я на этот вопрос смотрю. Значит, чтобы выполнить свое обещание. А то вот я Дамира каждый раз вижу и вспоминаю, что он уже много лет, мне кажется, просит урок про ЦДАКУ. И никак я его не дам. Все. Значит, мы находимся в середине разговора Моисей с Богом. Моисей, как принято его назвать в западном мире, и Моше, как его звали в еврейском мире, Шейсе, это одна и та же буква, выглядит одинаково, просто можно произнести и так, и так. Значит, Моше Робейну, Моше Робейну, он, значит, ему открылся Всевышний возле этого горячего куста. И вот они разговаривают и разговаривают. Значит, сейчас мы в середине разговора. Сказал ему Бог. Бог ему говорит, иди собери старейшин Израиля и скажи им, Бог всесильный отцов ваших, открылся мне, Бог Авраама, Бог Ицкака, Бог Якова, сказав. И вот тут Всевышний ему говорит код, который был, этот код, передавался из поколения в поколение старейшинам, и по этому коду должны были узнать, что Моше Робейну действительно пришел их вывести. Значит, Бог ему говорит, скажи код такой, покод покатки эт хэм. Вэт асу лахэм бэмисраям. Покод покатки. Значит, когда Яков умирал, он сказал своим сыновьям, что покод и в код. То есть, вот это вот двойное такое выражение, вспомнит, 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 вспомнит. И когда Юсеф умирал, он говорит, вспомнит, когда вспомнит, вспомнит вас же Бог, значит, тогда заберите меня тоже из Едипта. То есть, вот этот вот покод покатки, это было такое кодовое слово. Значит, и сказал Бог, после этого скажешь, и сказал Бог, я вас подниму из страданий Едипта в землю текущим молоком и медом. И послушают они тебя, и придешь ты тогда к старичным Израиля, вместе с ними пойдешь к царю, к фараону, и скажешь ему так. Бог всесильный евреев открылся мне, и теперь мы пойдем на три дня в пустыню и принесем жертвы Богу всесильному нашему. То есть, Всевышний ему дает инструкцию, что он должен делать. И дальше Бог продолжает. Вот это очень удивительно, вот многие люди, они когда говорят там, вот я Бога не понимаю, да, а как они могут Бога понять? Это мы друг друга не понимаем, а это Бога создателя мира. Но вот Бога действительно очень сложно понять, но когда мы изучаем Тору, мы видим вот какие-то алгоритмы, как он действует. Вот здесь мы видим алгоритм, который повторяется, да. В чем этот алгоритм? Бог говорит, а я знаю, что не отпустит вас, царь Египта, пойти. Не отпустит, пока я его не заставлю. То есть, Всевышний, он создает ситуацию, при которой он как будто бы играет. Он создает такие, как полоса с препятствиями, да. То есть, весь этот мир он создал специально, чтобы дать нам возможность преодолевать эти препятствия. Иначе скучно было бы. Тут ты что-то хочешь, не получается. Тут у тебя проблема, ты из нее должен вылазить. И вот это, это как бы схема Всевышнего. И он говорит Маше, ты пойдешь, ты пойдешь, значит, и, а он тебя не отпустит. Дальше. И, значит, и я тогда пошлю свою руку, говорит Всевышний, и буду, значит, бить Митсраем, буду бить Египет вот этими казнями. И буду показывать чудеса. И, значит, после этого он вас отпустит. То есть, я тогда подготовил, ты идешь к нему, просишь отпустить, он не отпускает. Я, значит, делаю казни, чудеса, потом он вас отпускает. И потом кто-то сочиняет оперу, let's my people go. То есть, все задумано, чтобы было интересно, чтобы было, что вспомнить, чтобы было о чем рассказать, чтобы были доказательства существования Всевышнего. Значит, все Всевышний нам подготовил. И дальше он говорит, в Иннатате, и дам я милость народу в глазах египтян. И, значит, когда они будут выходить, они не выйдут пустыми. И пойдет, каждая женщина пойдет к своей соседке и возьмет у нее серебро, золото, платье и так далее. И, когда будете выходить, значит, вы вынесете все вот это имущество из Египта. Я сейчас здесь хочу дочитать быстро вот сегодняшний отрывок, а потом мы на этом месте остановимся. Очень интересное место, прям удивительное. И сказал Моше, значит, и сказал Моше, отвечает Моше Рабену Богу. Он говорит, не поверят мне, а если не поверят мне, а если не послушают меня. И скажут, не показывался тебе Бог. То есть, Моше Рабену здесь проявляет такой скептицизм. Он вообще не похож на революционера, на того, кто сказал бы, да, все, бежим. Он Всевышнему говорит, а если нет. Такой, знаете, еврейский такой чисто подход такой. А вдруг не получится. А вот сейчас, значит, не поверят они мне. Скажут, не открывался тебе Бог. И сказал ему Бог, что это у тебя в руке твоей? Тут ему говорит, посох. Моше Рабену говорит, это посох в моей руке. Значит, и сказал, брось его на землю. И он его бросил на землю, и посох превратился в змея. И Моше начал от него убегать. Значит, говорит нам устная Тора, что Всевышний ему намекнул через этого змея, что ты как змей разговариваешь. Что ты как змей разговариваешь, он ему говорит. Это как не твое вообще. Змей это было вот совращало, что на разное зычие там. Но он, представляете, вот этот намек был в том, что именно посох превратился в змея. И сказал Бог Моше. Теперь, а теперь, говорит, схвати его за хвост. Он его хватает за хвост, и он опять превратился в посох. Значит, говорит Всевышний Моше, ты, ну, пойми уже наконец-то. И куст горит, и не сгорает. И посох в змея превращается. И потом обратно. И сказал Бог дальше Моше. А теперь засунуть руку свою за пазуху. Тот засунул руку за пазуху. И теперь вытаскивает руку, а она полностью вся в проказе. Такая сгнившая рука. Значит, тоже намек, потому что в дальнейшем... Доброе утро, Раиса Васильевна. В дальнейшем за злоязычие Всевышний наказывал проказы. Начинали люди покрываться язвами, пятнами и так далее. И он, Маше, опять намекает. Ты зачем говоришь, что они тебе не поверят? То есть ты как бы сомневаешься в честных людях, в старейшинах. И ты говоришь, что вот, они не будут доверять. И во мне сомневаешься. Тоже некрасиво. Значит, и Бог говорит, Маше, вот ты теперь руку высовывай, рука белая. Он говорит, если что, у тебя есть вот эти знаки. Чтобы поверили они, что показался тебе Всевышний Отцов Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. Значит, дальше, дальше. Если не услышат они, если они не послушаются знак первый, когда посох превратится в змею, значит тебе поверят, когда ты им покажешь второй, второй вот этот вот посох. Второй знак, когда рука превращается в проказу, заболевает. И они поверят знаку второму. Но если они не поверят, значит, если они не поверят и двум этим знакам, тогда возьмешь воду из Нила, и эту воду польешь на землю, и вода превратится в кровь. То есть Он, Всевышний дал ему те знаки, которые показывают, что вот та реальность привычная, которая есть, ей могли управлять идолопоклонники. Идолопоклонники, маги, колдуны и так далее, они знают, на какие кнопочки нажать, и как повлиять на ту реальность, в которой мы живем. Есть у них такие знания. Магия, да, называется магия. Но менять структуру реальности они не могут. То есть они могут работать с тем, что есть. А Всевышний, который послал Маши Рабейну, вот тот, кто ему открылся, вот тот творец, создатель мироздания, он показывает, что вся вот эта вот реальность, которая есть, с которой мы привыкли, она такая, потому что он ее такой сотворил. И он же может ее менять, как он хочет. Это вот был вот этот вот главный месседж, который Всевышний передавал Маши Рабейну, и который Маши Рабейну должен был передать старейшинам народа Израиля. Значит, он говорит, вода превратится в кровь. Хорошо. Но Маши Рабейну в этот момент опять не проявляет. Вот для меня большая была загадка, почему именно Маши Рабейну Всевышний выбрал лидером выводить народ Израиля из Египта. Маши Рабейну не хочет быть лидером. Он говорит Богу. Ваёмар Моше Эляшем. Сказал Маше Богу. Беадани лоиш двари манухи. Он говорит, я, говорит, неречистый человек вообще. Я не оратор. Ни вчера, ни позавчера. Никогда вообще не умел говорить. Я кавет пе. У меня тяжёлый рот. Он говорит. Ве кавет лошон анухи. И язык у меня тяжёл, и рот у меня тяжёл. Вообще неразговорчивый человек. Так сказал Маши Рабейну. И дальше он ему говорит. И сказал Бог ему. Машина это отвечает. И сказал Бог ему. Кто дал человеку общерот и силу говорить? Кто? Кто делает кого-то немым, а кого-то делает глухим? Кто делает человека нормальным, зрячим? И кто делает слепым? Я Бог, он говорит. Это я управляю миром. Слушай, он говорит. Я тебя направляю. Тебя говорю. Ты иди. Значит. И теперь Бог ему продолжает. А теперь вааталлех. Теперь ты иди. И я буду, значит. Я буду твоими устами. И я тебя научу, что ты будешь говорить. И Маши Рабейну в этот момент. Представьте ситуацию. Представьте ситуацию. Маши Рабейну ему говорит. Я тебя прошу. Он говорит. Всевышний. Господь. Бог мой. Пошли, пожалуйста, через кого-то другого. Меня не надо трогать. Я, говорит. Пасу овец. И полностью я доволен. Не трогай меня, говорит. Пускай кто-то другой идет. И тут написано 14-й отрывок. Вайхар Афашем. И тогда разгневался Бог. Написано. Разгневался Бог на Моше. И сказал. Арон, брат твой Леви, я знаю. А Маши Рабейну, он думал, что его брат обидится. Арон, который был старше его, был пророк. И он. Тут же тоже надо понять, что евреи жили в Египте. Колено Леви не было в рабстве. Арон был глава колена Леви. И были старейшины. И там была вся уже структура. Даже при том, что народ был в рабстве. Но были у него свои лидеры. И тут приходит Моше, который никогда не жил с евреями. Он жил во дворце. Его назвали вообще египтянин. Он воспитывался во дворце у фараона. Потом он полжизни был вообще где-то в... Скитался. Потом он был пастухом у Коэна Медиана Итро. И тут он приходит, и он должен возглавлять народ, который... Ну, к которому он, в принципе, он с ними рядом никогда не жил. И поэтому он не хотел. Он говорит, пускай будет Арон, мой брат. Пускай он будет лидером. И Бог ему отвечает. Арон, твой брат, Олеви, знаю я, что он будет тоже с тобой говорить. Он будет говорить с тобой. Он выйдет тебе навстречу. И, значит, и увидит он тебя. И будет он рад в сердце. То есть, он будет рад. Арон был пророк. И он, значит, Всевышний знал, что Арон будет радоваться. Значит, и будешь говорить ему, Вадибар Тайлав. И ты будешь ему говорить. Бог Маше говорит, чтобы он говорил Арону. И, значит, и я буду с твоим ртом и с его ртом. И я научу вас все, что надо сделать. Вадибар Улехай. Он будет говорить за тебя. То есть, он знал египетский Арон. Он был, ну, очень с ними там разговаривал хорошо. И, значит, он будет тебе вместо рта. А ты будешь ему повелителем всесильным. То есть, я буду говорить с тобой. Маше Рабейну был более чистый пророк. То есть, Всевышний, когда говорил с Маше Рабейну, за счет того, что у него не было. Вот сейчас мы приходим. Почему все-таки выбрал, Бог выбрал Маше. У Маше не было то, что называется современным языком эго. То есть, у него не было эго. Он был, вот есть люди, которые, у них главное слово это я. И они воспринимают весь мир сквозь призму своего я, своего желания, своего намерения, своих убеждений. А Маше Рабейну, он был прозрачное стекло. И Всевышний, он через Маше Рабейну говорил, говорил через Маше Рабейну. Потому что Маше Рабейну не искажал. Вот тут тоже важно. Тот человек, у которого много слов, у него много мыслей. Он такой сильный в мыслях. Он исказит то, что он слышит внутри. Он это выразит чуть по-другому. А Маше Рабейну, он был вот такой вот прозрачный. Поэтому Всевышний его выбрал. И значит, он ему сказал, иди, ты будешь ему всесильным повелителем Аарону. Он будет говорить за тебя. А я буду говорить в тебе. Так Всевышний ему сказал. А вот этот вот посох возьми в руку твою. И значит, им будешь ты делать знамения. Теперь, значит, вернемся к моменту, очень интересному моменту. Когда Бог сказал, чтобы евреи, когда уходили, взяли у египтян золото, серебро и так далее. Значит, здесь интересная вещь. Прошло много лет после этого. И во времена, в Талмуде, я еще рассказываю вам историю из Талмуда. Во времена Александра Матидонского, когда он правил и в Египте, Александрея и так далее, и в Израиле. То есть, было греческое право. Значит, в греческий суд пришли египтяне с этим документом. И сказали, что смотрите, вот, пожалуйста, все написано прямым текстом. Евреи, когда уходили из Египта, вынесли все золото и серебро из Египта. Значит, мы требуем компенсации, возврата. Значит, вот как раз Израиль тоже под властью греков. Вот написано в Торе, что все вынесли. Значит, давайте верните деньги. Тогда вызвали в суд евреистик-мудрецов. И был такой, по-моему, не помню, как его звали. Он был сторожем в Бет-Медраше и сторожем в храме. Он не был там мудрецом. И он говорит, вы знаете, давайте я пойду на суд. Если они победят, тогда у вас будет время сказать, что он не главный мудрец. То есть, это не наш представитель, он самозванет. Но если мы победим, так тогда отлично. Значит, хорошо. Хорошо, значит, приходит он на суд. Говорит, давайте достаем документ, достаем. Что в Торе написано? Когда уходили евреи из Египта, пошли у соседей, взяли золото и серебро и все унесли. Правильно, правильно. Он говорит, давайте открываем теперь Тору раньше. Вот фараон пригласил семью Иосефа Яков и всю его семью, пригласил жить в Египте. Пригласил, пригласил. Значит, дал место, дал. Жили, жили. А потом забрали всех в рабство? Забрали. А как же забрали всех в рабство? Он говорит, разве гостей забирают в рабство? Это говорит по преступлениям, по всем законам, по всем вообще, по всем законам это преступление. Теперь забрали в рабство. И евреи, народ был 210 лет в рабстве, когда их заставляли работать, все у них забирали, все имущество, не было никакого имущества. Правильно? Правильно. Значит, 210 лет умножить на 600 тысяч мужчин, которые вышли из Египта. 600 тысяч мужчин умножить на 210 лет умножить на минимальную дневную зарплату 5 золотых. Получается сумма вот такая-то. Теперь, если эта сумма 210 лет под минимальный кредит лежит в банке, значит, получается сумма такая-то. В общем, египтяне, когда послушали претензию, которую они должны были заплатить, они убежали из суда. И получается, что все в этом мире очень справедливо. Все в этом мире очень справедливо. И когда происходит, например, какая-то вещь, вот, например, даже тоже рабство. То есть, сказать, а за что они попали в рабство, тоже Всевышнему задают вопрос, да? Вот мы там празднуем исход из Египта, Песах. Значит, празднуем исход из Египта. Ну, кто нас в рабство отправил? Всевышний отправил. Кто нас вывел? Всевышний вывел. Так получается, почему мы не вспоминаем то, что он нас отправил в рабство, а вспоминаем то, что он нас вывел? Это как один человек другого посадил в тюрьму, потом вытащил его из тюрьмы и говорит, вот, я же тебя спас. Кто-то ему говорит, так ты же меня и посадил. Это же есть разница. И я когда-то задавал этот вопрос. Так, ответ заключается в следующем, что если бы еврейский народ получил Тору без рабства, было бы несправедливо. Было бы очень несправедливо, почему Тора, там, народ священников и так далее получил Тору, ну, почему именно еврейский народ? Теперь, ну, когда другие народы к Всевышнему так обращаются? На небе ангелы народов говорят, значит, а почему так? Почему Тору получил еврейский народ? Всевышний им отвечает. Все продается в этом мире в комплекте. Вот есть комплект. Если вы хотите получить Тору, значит, нужно до этого выдержать 210 лет рабства. А до 210 лет рабства у Авраама Вину было 10 испытаний, одно из которых принести в жертву своего сына. То есть, все в этом мире идет в комплексе. И когда мы смотрим и говорим, я хочу только успех, только здоровье, только то, только это, да? Хотим вырвать вишенку с торта? Не получается, за торт надо заплатить, изначально заплатить. И тогда вишенка, она, оп, обоснована. Теперь, но если ты украл вишенку с торта, тогда за это надо потом расплачиваться. То есть, все в этом мире, любое добро, оно имеет цену. То есть, все очень честно. И поэтому сейчас как раз этот урок мы заканчиваем. По недельной главе сегодняшнему отрывку мы заканчиваем. А я сейчас выключу и сразу же включусь, расскажу несколько слов про дздаку. Это будет как отдельный урок. Дздака это само слово, с одной стороны это милосердие, но с другой стороны само слово это переводится справедливость. И тут удивительно, почему, когда ты даешь кому-то деньги, то это называется дословно справедливость. Ты оказываешь справедливость. Хотя по факту ты же помогаешь, а называется справедливость. Все, всем хорошего дня. Кто хочет, сейчас я сразу же включусь, буквально через минуту, чтобы был отдельный урок. И поговорим чуть-чуть про дздаку, буквально 5-7 минут. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok